Валерий Михайлов на посту директора 16-й школы Цибанабалки с 94-го года. Более чем 20-летний стаж педагога и руководителя позволил взять на себя другую, не менее важную миссию – возглавить Совет общественности. На развитие сельского округа смотрит системно, видит позитивные перемены и причины злободневных проблем. Меня, например, очень серьезно беспокоит ситуация с придворовыми такими территориями. Мы погрязли в мусоре просто, вы понимаете. И никакие увещевания, никакие штрафы и прочее как-то не доходят. Люди не понимают, что если ты убрал не только у себя во дворе и в доме, в квартире, а если ты это сделал еще и возле двора, что-то намного презентабельнее выглядит. Я считаю, что мы никогда не займем первого места на муниципалитете по чистоте, по красоте, пока у нас такая бы ситуация. Поверьте, об общественной инициативе Валерий Васильевич не просто рассуждает. В родной школе он идейный вдохновитель многих полезных нововведений. Подтолкнули все те же системные проблемы. Спортивная инфраструктура, наследие советских времен давно требует модернизации. У нас очень хорошая рождаемость, поэтому желающих провести досуг в большом костюмом зале очень много. Мы выходим по-разному. Ситуации, все подсобные помещения, которые у нас имеются, мы не затеялись в спортивное сооружение. В актовом зале репетируют воспитанницы ансамбля народного танца «Жемчужина». Руководитель Татьяна Федорова показывает костюмерную и благодарит родителей за участие в жизни коллектива. Рядом шашечный клуб. Не смотрите, что помещение небольшое – это центр шашечной культуры, говорят в школе. Еще одна бывшая хозпостройка, теперь зал вольной борьбы. Провели канализацию и сделали ремонт. Трудились педагоги и родители. Нужна помощь – утеплить помещение, и тогда будет комфортно. Полы поменяли, видите, татами положили. То есть из плесени от всего избавились. Условия стали лучше, и даже детей стали больше возить. Это очень здорово, когда работает секция. Тем более в нашей школе работает очень много секций. Дети с удовольствием занимаются. Кроме вольной борьбы у нас здесь и велоспорт, и шашки. Кто-то определяется, кому-то борьба интересна, кому-то шашки интересны. То есть в поселке у нас хорошо со спортом. Хотелось бы, чтобы работали федеральные программы на селе. Чтобы наши депутаты, законодательные собрания приняли программы, которые бы развивали спорт на селе. Строили спортивные комплексы. 1200 учащихся. Каждый талантлив по-своему. Одни занимаются волейболом, другие ждут теплой погоды, чтобы опять прийти в велосекцию. Здесь под нее переоборудовали здание во дворе. Поддержать детей в их стремлении самореализоваться – задача любого хорошего педагога. Продолжение следует...